Помогли природе и провели время с пользой. В Ульяновске открыли второй областной эко-фестиваль «Добро профтех». Тематические площадки, мастер-классы развернулись во внутреннем дворе профессионально-политехнического колледжа. Здесь полезные традиции создают будущие специалисты отрасли. Ребята из волонтёрского движения выступили инициаторами проекта. Это, в принципе, нужно для просвещения молодёжи, чтобы могли задуматься, а стоит ли использовать постоянно кофейные напитки или взять, например, кружку крутую и ходить с ней. Тем самым защищая и экологию, и, в принципе, показывая себя с лучшей стороны. В этом году свою лепту в дело защиты окружающей среды внесли десятки студентов учреждений среднего профессионального образования. Количество площадок увеличилось. Активисты подготовили тематическую программу. Каждый её элемент раскрывает важность заботы о природе. Ну, например, техникум питания и торговли рассчитывает калории. Техникум медицинский колледж показывает возможности лекарственных растений. Ребята из колледжа культуры и искусств раскрашивают аквагримом. В игровой форме студенты объяснили школьникам простые истинные правила сортировки мусора, рациональное использование природных ресурсов. От лекций перешли к практике. Участникам фестиваля показали химические соединения. Наглядный пример – так называемый эксперимент «Вулканчик». Перед вами, то есть, у нас опыт, который называется «Волшебный вулканчик». И, то есть, происходит у нас разложение нашего вещества под действием теплоты. На данный момент мы подготовили смесь, которую берем, поджигаем и происходит термическая реакция. По соседству стол с редкими минералами породы камней подготовили студенты, которые обучаются по специальности экологии и природопользования. Рассмотреть все в деталях помогает бинокуляр – оптический прибор с двумя наборами линз. Он позволяет наблюдать объект одновременно двумя глазами, в отличие от обычного микроскопа. Есть очень интересный минерал, камень, который находится только в Ульяновской области, крайне редко его можно найти за пределами. Я думаю, все жители коренные, и не только жители, знают о том, что это симберцит. Фестиваль увлек почти две сотни школьников. Именно столько детей посетили тематические площадки. Впереди целый экологический марафон. Так в профильном министерстве называют череду тематических летних мероприятий – от субботников до лекций. Практически на весь сезон у нас есть график субботников, который мы проводим на территориях особо охраняемых, природных, в лесах проводим, на территории детских лагерей, которые сейчас детки отдыхают, при школах детские лагеря. Различные мероприятия также экологической направленности реализуются. Пока дети оказывают посильную помощь и заботятся об окружающей среде, Федеральный центр поддерживает материально. По нацпроекту «Экология» в области запущено сразу несколько крупных проектов. Оздоровление Волги, комплексное обращение с отходами – чистая страна.